Является ли просветление постепенным процессом, или же оно происходит подобно квантовому скачку, когда тело, ум и энергии достигают определенной точки полной удовлетворенности? Сезон манго подходит к концу. В Индии это имеет большое значение. Если посмотреть на манговое дерево в октябре, ноябре или декабре, вы не увидите, чтобы оно источало сладость. Внезапно в январе-феврале появляются цветы. Пусть и не такие привлекательные, как жасмин или роза, просто маленькие цветочки на дереве. Допустим, вы не знаете, что это манговое дерево, и решаете попробовать его на вкус. Оторвете листочек и откусите от него. Он будет горьким. Но неожиданно, в апреле-май на дереве появляются огромные сладкие плоды. Если бы вы не знали заранее, что это манговое дерево, могли бы вы подумать, что оно работает над созданием таких сладких плодов? Или вы думаете, что они появились только в апреле, из ниоткуда? Дерево постепенно работало над появлением этой сладости. Оно сформировало плоды в определенное время. Но само дерево работало над этим на протяжении всего года, не так ли? Плоды появляются только в определенный сезон. Вы можете отведать эту сладость только в определенное время года. Но это не означает, что все остальное время дерево не работало над производством этой сладости. Если вы сделаете надрез на манговом дереве и попробуете на вкус, поверьте, вы не обнаружите даже малейшего намека на сладость. Но когда появляются плоды, насколько они сладкие? Откуда же берется эта сладость? Дерево работало над этим. Но вы этого не замечали. И является ли просветление подобным процессом? Конечно, это процесс. Но все ли могут увидеть этот процесс? Распознать его? Нет. Когда человек находится на духовном пути, кто-то считает его безумцем, кто-то принимает за бродягу, кто-то за бездомного, кто-то думает что-то еще. Но когда появляется сладость, каждый, кто соприкасается с ней, понимает, что это нечто невероятное. Ничто во Вселенной не происходит моментально. Раз, раз, раз — нет. Все происходит как процесс. Вопрос в том, можете ли вы увидеть этот процесс, распознать его. Обычно любой 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 ребенок, проявляющий некую гениальность, которую невозможно подавить, Каждый человек в чем-то гениален. Но эту гениальность в большинстве случаев можно подавить. То, как устроено общество, их собственные страхи и переживания, потребность в безопасности, подавляют их гениальность. Каждый человек в чем-то гениален. Но более 90% людей никогда не находят выражения для своего дара, потому что они начинают заниматься другими вещами. Что-то другое становится важнее. Когда вам было 12-15 лет, вы думали, «Я сделаю то, я сделаю это, я полечу на Луну». Но потом вы увидели девушку, живущую неподалеку и стали называть ее Луной. И Луна исчезла. Таким же образом, эта возможность широко раскрыта для каждого. Но вопрос в том, сможете ли вы поддерживать этот процесс и позволить ему стать такой возможностью. Между возможностью и реальностью есть дистанция. Но у большинства людей нет ни храбрости, ни упорства, чтобы ее пройти. Для большинства людей духовный процесс — это своего рода развлечение. Они ходят с одного дискурса на другой, читают книги, сами начинают рассуждать о том, что человек — это атман, парматман, душа витает здесь, там, говорить про рай, ад и обо всем подобном. Но ничего не делают с этим. В основном для людей это развлечение. Так что процесс, безусловно, присутствует. К этому процессу можно подойти осознанно, либо процесс может проходить неосознанно. Но если вы будете делать правильные вещи, процесс будет идти. В этом и заключается красота Вселенной. Независимо от того, знаете ли вы, что делаете или нет, с дисциплиной или недисциплинированностью, с любовью или ненавистью, если вы будете делать то, что правильно, с вами произойдут правильные вещи. В этом и заключается красота этой Вселенной. Адди Шанкарас сказал, «Йога ратова, бхога ратова, как угодно, через йогу или через удовольствие, неважно как, познайте истину своей внутренней природы». То, что мы считаем истиной, можно сформулировать следующим образом. То, что работает во всех случаях жизни и на любом уровне, должно быть истинным, не так ли? То, что действительно работает на всех уровнях жизни, должно быть истинным. Что бы вы ни знали в своей жизни, подвергните это анализу. Ведь у вас есть ум, способный прогнозировать. Сейчас вы хотите иметь определенный уровень дохода, определенный дом, машину или что-нибудь еще. Представьте себя на разных стадиях своей жизни и посмотрите, по-прежнему ли эти вещи важны для вас. Допустим, не завтра. Пусть через сто лет вы будете лежать при смерти в своей постели. Просто представьте, будут ли в этот день для вас важны ваши украшения, ваш внешний вид, машина. Это не значит, что вы должны отказаться от всего этого прямо сейчас. Но вы должны знать этому место, а не носить это в своем сердце. Есть разница в том, чтобы использовать что-то, или чтобы это что-то использовало вас. Большинство людей не умеют использовать те вещи, которые покупают. То, что они покупают, поглощают и используют их. Эти вещи подчиняют себя людей. Если вы хотите чем-то обладать и использовать это, не проблема. Проблема в том, что вы позволяете этим вещам управлять вами. Вот в чем проблема. Если вы просто позаботитесь лишь об одном этом, чтобы ничто не управляло вами. Если вы поймете ограниченную роль всего в вашей жизни, образование, карьеры, брака, отношений, богатства, ограниченную роль всего, что вы делаете, если вы будете понимать, где эти вещи начинаются и заканчиваются, вам не нужно будет ничего делать. Внутри вас будет идти активный духовный процесс. Когда придет время, цветы расцветут, и появятся плоды манго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова